Он родился в городе Герой Минске, а вырос и стал музыкантом в пригороде Осло. С ним можно поболтать на английском, спеть дуэтом на русском и переписываться в Аське на норвежском. Космополит Александр Рыбак открывает наш хит-парад. Ох, ну и запутал же нас Александр Рыбак. Когда на Евровидении 2009 к артисту начали проявлять интерес, брать интервью и, так сказать, делать ставки, никто не мог понять, откуда же он все-таки взялся. Официально певец был представителем Норвегии, но на самом деле все оказалось сложнее и запутаннее. Александр родился в Белоруссии, но когда ему исполнилось 5 лет, то его семья переехала в Норвегию. Я люблю отдыхать в Норвегии, потому что у нас зима в Норвегии 8 месяцев в год. А когда артист взял в руки скрипку, то о Белоруссии позабыл совсем. Александр только и делал, что участвовал во всевозможных норвежских конкурсах и шоу талантов. Нужно что-нибудь, чтобы люди как это узнавали. Так однажды, одержав победу на одном из таких фестивалей, Рыбак вместе со своей любимой скрипкой поехал покорять Евровидение в Москву. Чтобы прославиться. Каково было удивление наших, когда норвежский певец заговорил по-русски. Но этот сюрприз ничто по сравнению с тем, что Рыбак стал победителем. В общем, с тех пор для Рыбака начали открываться двери по всей Европе. Но артист предпочел сотрудничество с Россией и успел записать саундтрек к «Чёрной молнии Бекмамбетова». Кто знает, может быть, Александр снова сменит место жительства. Я не верю в чудеса, но идти в машину на небеса. И теперь я твой супергерой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова